Ситуация напряженная. Ковид-19 обескровил часть бизнеса. Об этом рассказал зампред краевого правительства Александр Климин. В первую очередь пандемия коснулась отраслей, в которых с потребителем контактируют напрямую. Это наши в основном все предприятия легкой промышленности. Это предприятия, производящие строительные материалы, опять же, для реализации в розничных торгово-проводящих сетях. И на сегодня мы уже видим это отчетливо, пострадали предприятия транспорта. Пассажироперевозки сократились почти вдвое, а по некоторым направлениям рейсы стали вовсе отменять. Тем не менее, последствия простоя конца марта, когда неделю работали только предприятия непрерывного цикла, пока оценить невозможно. Подвести итоги реально в конце мая, а пока статистика будет хорошей. Хотя в некоторых районах края последствия кризиса уже видны. Например, значительно просел сбор коммунальных платежей. По некоторым нашим муниципальным образованиям, например, как город Белокуриха, безусловно, там процент недосбора сегодня более 40%. И это вызвано тем, что 52% потребителей это как раз наши санатории. И только 48% это население непосредственно города. Тем не менее, как сказал Александр Климин, нет предпосылок, чтобы бить тревогу. Ну, например, строительная отрасль должна продержаться, а застройщики предположительно не будут банкротиться. Говорить о снижении спроса на жилье пока тоже преждевременно. Также на пресс-конференции рассказали, что правительство края будет помогать предпринимателям получать льготные кредиты. Да, действительно, мы не сможем сегодня, как федеральные коллеги, представить нулевые ставки. Вместе с тем, она тоже достаточно существенно снижена и составляет сегодня 3%. Я призываю предпринимателей, которые столкнулись с такими отказами, первое, если вы считаете их необоснованными и ваше предприятие соответствует тех критериям, которые анонсируются на федеральном уровне, обращаться в наше управление, либо на горячую линию, которую мы специально сформировали. Телефон, по которому бизнесмены могут получить консультацию, вы видите на экране. Туда же можно позвонить, если банки без оснований отказываются в получении льготных кредитов. Насколько же такие кредиты могут понадобиться, пока в полной мере не ясно. По оценке специалистов, Алтайский край еще у подножия пика заражения. Андрей Дреер, День с толком.